Вообще у меня история, может быть, не совсем самая такая банальная, типичная, в том смысле, что таких историй меньше, чем других. Она таким бальзамом проливается на мою контролу фриковскую душу. Я не уезжала, потому что мне там что-то обрыдло, достало, не нравилось в России, в Москве. И вот этот привычный там абьюзерский фон, привычное какое-то пренебрежение, в том числе, к женщинам, привычные... Ой, нет, больше никогда. Разве что, не знаю, совсем уже, уже совсем я стану старой и буду в маразме. Вот, но это меняется чуть более медленно, чем женщинам хотелось бы. Выживать я умею, отлично! А вот жить как-то пока что-то я не знаю, что делать дальше. Быть видеоблогером – это сплошная малина. Постоянно получаешь разнообразную халяву, всяческие шанишки, все тебе шлют бесплатные подарки, везде тебя бесплатно возят, бесплатно поселяют, дают тебе бесплатно машины в аренду. Ну, сейчас я немножечко, конечно, фантазирую. И в сегодняшнем видео я собираюсь использовать свое служебное положение в личных целях опять. Моя гостья – человек, который сегодня расскажет нам свою историю переезда и адаптации. Она профессиональный психолог и психотерапевт, довольно-таки известный в очень широких кругах, маститый, знаменитый и с огромным жизненным опытом. Получить консультацию такого специалиста стоит довольно дорого. Но так как я видеоблогер, и мне все достается на халяву, сегодня я воспользуюсь возможностью задать ей свой собственный вопрос. Как же жить дальше, когда сил уже нет ни на что? Привет тебе, Танюша, рада тебя видеть. Друзья, у меня для вас сегодня особенный гость Юлия Синарева, профессиональный психолог, психотерапевт, очень известный человек. Очень трудно было пробиться в ее плотное расписание, но я смогла. Что только не сделаешь для моих любимых зрителей. Юлия, традиционно у всех зрителей всегда есть интерес, конечно же, в первую очередь к личной истории. Расскажи, пожалуйста, кратко о своем истории переезда в США. Вообще у меня история, может быть, не совсем самая такая банальная, типичная, в том смысле, что таких историй меньше, чем других. Я не уезжала, потому что мне там что-то обрыдло, достало, не нравилось в России, в Москве. Просто потому что вся моя семья, мои родственники перебрались сюда много раньше меня, я осталась последней из магикан в семье. И, собственно, просто в какой-то момент стало понятно, что надо перебираться просто потому, что детям нужна расширенная семья, бабушки, дедушки. То есть это был мотив объединения семьи. Мы очень долго этого добивались, честно сказать. Никаких других возможностей даже просто видеться с семьей, кроме как мама периодически приезжала ко мне в Москву, не было вообще. Были родственники, с которыми я не виделась там 15 лет. И, в общем, это было грустновато, потому что всегда была семья очень дружная. И тут было огромным открытием для моих детей, что, оказывается, тут дофигища всяких бабушек, тетенек, дедушек и всего такого, с чем они с удовольствием воспользовались и очень были рады. Поэтому для меня это был не побег, это было не замужество, например, не работа, какая-то манящая перспектива. Это было просто объединение семьи. И в этом смысле это повлияло тоже, конечно, на процесс моей адаптации. Это 10 лет назад случилось. Я приехала сильно позже, чем все остальные. Но сейчас уже очень хорошо себя чувствую. А на момент переезда, особенно в твоих условиях, когда у тебя было не поиски лучшей жизни, не рабочая виза, на момент переезда у тебя было имя, довольно громкое имя в России уже. Ты профессионал, у тебя наработанная аудитория. И это все на нашем великом, прекрасном и могучем. Как ты себе видела свое будущее в США в контексте профессиональном? Ты знаешь, для меня правда работа – это очень важная история в моей жизни. Я из тех счастливчиков, которые прямо влюблены в свое дело, которые нашли себя, что называется, которые полностью реализовались в том, чем занимаются. И это дает огромные, конечно, бенефиты, огромные эмоциональные ресурсы, кроме просто... Поэтому, да, я не представляла себе, что я вот уеду в другую страну и все это заброшу, и начну какой-то чистый лист, и пойду продавщицей или, не знаю, кем-то офисным работникам. Это был нонсенс совершенно, я себе этого не представляла совсем. Я спрашиваю из очень личных интересов. Я работала в смежной отрасли, и для меня, например, мечты и даже мысли о том, что можно быть психологом и в Америке тоже, как-то в этой сфере работать, развиваться, они были на грани фантастики. Об этом даже не думала. Как в твоем случае было? И в этом смысле я, конечно, рассматривала варианты пойти, либо эвалюировать свой диплом, либо получить какое-то подтверждение, лицензию американские, дополнить свое образование американскими какими-то курсами или чем-то. Но я не стала идти по этому пути, потому что выяснилось, что вот в моем штате можно заниматься консультационной деятельностью, просто имея на руках подтвержденный, эвалюированный московский диплом. Моего диплома оказалось достаточно, чтобы иметь мастерскую степень. И я так и сделала. И, собственно, моя аудитория — это больше иммигранты, это русскоговорящие люди из разных стран, разных республик. И часть аудитории, конечно, оставалась московской долго. Я ездила туда в течение пяти лет, как минимум раз в год на несколько недель к своим старым клиентам. Но потом просто вот я приняла решение, что надо осваиваться на этом континенте. Я стала больше развивать себя здесь и обрастать какими-то связями, организаторами, клиентами, людьми, которым я востребованно нужна здесь, кто меня знает здесь. Ты когда-нибудь замечала, в то время, пока еще ты ездила на российскую сторону и работала с российской клиентурой, ты замечала, что как будто бы эта нить, она прерывается и становится очень сильно непонятной понятной их проблемы, их запросы. Понятное дело, что психолог или психотерапевт, он довольно-таки нейтрален, он просто канал, он инструмент. Но все равно какой-то коннект очень важен. Именно поэтому я, например, когда выбираю специалистов для себя, я всегда смотрю, чтобы мой психотерапевт имел опыт переезда и адаптации в другой стране. Да, я, знаешь, рассматриваю это скорее как мое расширить, мои новые возможности, моя какая-то очередная сфера новая, вот это вот про психологию миграции, про адаптацию. То есть если моим клиентам, например, российским это не знакомо, это ничего страшного. Я по-прежнему могу разговаривать на языке, по-прежнему понимаю, что их там устраивает, не устраивает, беспокоит. Конечно, я, тем более как человек совсем аполитичный, вне новостей, вне того, как меняется ситуация, самочувствие в стране, менталитет, как люди себя ощущают в целом, вот как бы в стране целиком. Из этого я, конечно, немножко выпала за 10 лет, прямо скажем, потому что я не слежу за тем, что там меняется. Но корни того, что людей беспокоит, оно остается все равно. И скорее я как раз удовольствием таким исследовательским наблюдаю, как меняется менталитет у людей эмигрировавших. Вот как они постепенно вот это абсорбируют, новую культуру. Кто-то сопротивляется очень сильно и сохраняет вот эти ложки-матрешки. Кто-то с удовольствием отрекается от старого и вот общаются на английском языке, в том числе с детьми, которые здесь родились или там родились. То есть это разные очень почерки, разные сценарии, разные выборы. И есть понятные свои причины, почему люди так делают. Поэтому для меня, ну не могу сказать, что есть какая-то большая сложность в том, чтобы работать в том числе сейчас с российскими клиентами. Мы по-прежнему на одном языке разговариваем, по-прежнему хорошо друг друга понимаем. В то же время появилась вот эта вот ветвь, отдельная, иммиграционная. И я вижу прекрасно вот эти закономерности, почему у людей беспокоят те или иные проблемы в иммиграции, что у них меняется, какие там системные, да, будем говорить, сценарии, очень характерные, очень предсказуемые. Был ли у тебя опыт консультирования американцев? Знаешь, был очень небольшой, потому что я как-то до сих пор вот со своим этим внутренним языковым перфекционизмом считаю, что у меня недостаточный язык, чтобы работать. У меня, как у писателя, у психолога, у человека разговорного жанра очень высокие требования к языку, и поэтому мне не хочется разговаривать на школьном уровне с американцами, да, это немножко более глубокая область. Я бы хотела доносить эти мысли сильно более значимо, да, на каком-то хорошем языке, и мне до сих пор вот кажется, что как-то я то ли некогда, то ли ленюсь, то ли прокрастинирую, что-то вот я с английским как-то пока не могу сказать, что я прям сильно-сильно подружилась. Я общаюсь, мне на бытовом уровне совершенно хватает, но для работы почти нет. Бывает, я несколько раз консультировала пары международные, да, где вот русская жена и американский муж. И да, там тоже свои особенности видны, и в общем-то, ну, с ними можно договариваться, в том числе потому, что, например, если я не могу что-то сформулировать хорошо, то девушка, которая говорит по-русски, да, мне может с этим помочь. Вот. Очень-очень ты интересно затронула тему, именно этот вопрос я тебе собиралась задать следующим, искала подводку, ты мне ее сама дала. Как я помню из наших предыдущих встреч, твое семейное положение, где-то там сингл, вот как-то так, да, ты сейчас не замужем. Я, да, более того, хэппи-сингл была. Вот, да-да-да, именно на хэппи-сингл я помню, что мы и сошлись. Это значит, что какой-никакой, а опыт дейтинга, так я не нашла, как его перевести, это слово коротко на русский, опыт дейтинга какой-то у тебя имеется в США, и ты не просто человек, который там дейтится, ты еще и профессионал, специалист по отношениям. Мне было бы интересно услышать твое мнение вот по поводу какой ситуации. Последние дни у меня прямо пошло чередой, сразу два подряд случая, когда я общалась с девочками, вышедшими замуж здесь за русскоязычных, проживших здесь уже долгое время, прекрасно адаптировавшихся, встречавшихся с американцами или с кем-то не настоящими американцами, а афроамериканцами, и мексико-американцами, и в итоге сделавшими выбор в пользу русскоговорящих. И главный посыл был о том, что, ой, общие мультики, мне не надо им объяснять этот контекст, мне не надо ничего. Мне интересен твой профессиональный взгляд на это, что говорит нам психотерапия об этом? Кто из нас нормальный? Слушай, никогда не делю людей на нормальных и ненормальных, психиатрия не моя стезя. И вообще я, правда, рада тому, что нормы сейчас очень такой стершиеся понятия, очень размытые. Поэтому вряд ли я сейчас кого-то запишу в ненормальные. Я лично для себя каким-то перебором, небольшим очень, я поняла, что мне, правда, с русскоговорящим мужчиной сильно комфортнее, в том числе из-за бэкграунда, из-за общих фильмов, общих воспоминаний, общих каких-то контекстов, которые можно обсуждать, это что-то такое вот про менталитет, это что-то про... Ну, действительно, вот спросите слово бэкграунд, когда мы друг друга понимаем, когда не нужно объяснять, что вот в нашей культуре так не принято, да, принято вот так, а я сейчас вот себя так чувствую, потому что это вот мне до боли знакомо, а вот тут вот, да, мне хотелось бы, чтобы это был другой какой-то ответ. То есть это хорошее понимание. Я прекрасно понимаю, что ты сейчас имела в виду по поводу наелось там русских, там мужчины русскости, и это, правда, к сожалению, присутствует этот аспект, потому что бывает так, что мы как бы телом из страны выехали, а ментальностью нет. Поэтому часто бывает, что вот эти вот русские особенности, они с нами приезжают и с нами остаются, более того, переходят там из поколения в поколение, и вот этот привычный там абьюзерский фон, привычное какое-то пренебрежение, в том числе к женщинам, привычные возможности, уважение вот этого вот, ну, часто бывает, что русские мужчины ну, не очень под это заточено. По разным причинам. Многие русские женщины и здесь, и там на это жалуются, это факт, да, и это сейчас стало меняться потихонечку, это стало лучше, чем 5 лет назад, я тебе сразу могу сказать. Вот, но это меняется чуть более медленно, чем женщинам хотелось бы. Вот, поэтому лично для себя я выбрала вот это, да, мне правда очень важно, чтобы это был богатый язык, хороший собеседник, чтобы это было много интересного, о чем можно разговаривать, чтобы не надо было объяснять, почему сейчас-то происходит так и так, и что я хотела бы. И в этом смысле, наверное, ну, я не скажу, что это принципиально должен быть человек определенной национальности или определенного гранда. Это должен быть человек, ну, с которым комфортно, да, с которым расслаблено, с которым сконнепчено, с которым вот есть что-то такое, где ты, ну, себя чувствуешь с возможностью что-то объяснить или что-то подрихтовать или что-то исправить или как-то отреагировать, да, очень, может быть, бережно и тонко. И тут, конечно, да, ты спрашиваешь, что психотерапия про это говорит. Тоже очень много разного говорит сейчас психотерапия про гендерные отношения, ну, не говоря уже о том, что и браки могут быть очень, да, разной формы и по разной длительности, и разного пола, и это все как-то, да, все равно еще входит в какую-то норму и никого не удивляет. Поэтому лично для меня, да, в моем конкретно случае мне очень важно, чтобы с человеком быть на одной волне. И, естественно, тоже бывают какие-то размолвки, какие-то недопонимания, и тут важно скорее не то, как мы в эти конфликты входим, чем как-то, как мы элегантно можем из них выходить. И вот это вот для меня по-прежнему важно. А что касается состояния хэппи-сингл, тоже вот мне кажется, что огромное спасибо этому опыту, потому что я пять лет была как бы не-не вот в таких отношениях, да, что называется, сама с собой, потому что я, ну, понимала, что я могу, да, и должна научиться вот этому, вот этой разнице между одиночеством и свободой, да, я должна понимать, что пара — это не тот единственный источник ресурсов, который у меня может быть. И именно вот это вот состояние создает хорошую очень, мне кажется, атмосферу в паре, да, когда ты можешь начать встречаться с таким же независимым, взрослым, да, и сильным человеком и выстраивать с ним любовь о независимости во всех смыслах, да, то есть когда, ну, мы можем жить вместе или мы можем жить не вместе, да, мы можем много общаться или мы можем там дистанцироваться и каждый какое-то время займется своими делами. И это, ну, на мой взгляд, очень-очень ценно, когда просто в арсенале вот это вот есть, да, когда ты так можешь, тогда ты идешь в отношения не с протянутой рукой, тогда ты не боишься быть одна, тогда ты не идешь на любые компромиссы огромное количество, конечно, этих вот клиентских историй, когда женщины, особенно нашего, да, менталитета очень под это, к сожалению, часто под этот утюг попадают, они, ну, прямо готовы на все, лишь бы только он не ушел, там, не потерялся, чтобы он не нашел кого-нибудь получше, и это, конечно, крышка, да, как только начинаются вот такие мысли, когда отношения сохраняются только из страха потери, из страха одиночества, это уже, ну, делает очень женщину уязвимой. Юль, я хотела бы немножко вернуться к вопросу русскоговорящих мужчин, женщин здесь, и их менталитета. У меня вот такой вопрос. Я заметила по себе лично, и по многим моим близким, дальним знакомым, по тем, кто мне пишет, переезжая сюда и вливаясь в эту культуру, как ты верно заметила немного раньше, мы абсорбируем много всего, манеру поведения, правила поведения, какой-то этикет, даже вот в этой дейтинговой жизни. Да. Я могу сказать по себе, что я очень сильно обтесалась, и я очень много, особенно то, что мне нравится, я очень много приняла, и я это сейчас делаю. Я никогда больше молча не исчезну, не сольюсь. Я, если что-то идет не так, я всегда вежливо напишу, извини, у нас не получится. Это такой пример маленький, который только пришел в голову. Заметила ли ты среди своих клиентов или на своих личных отношениях с твоим мужчиной сейчас, что мужчины здесь тоже немножечко теряют свою кандовую русскость и немножечко становятся более уважительными к женщине, более близкими к американским мужчинам, становясь твоей самой идеальной версией. Ты получаешь свой бэкграунд, ты получаешь свой общий язык, но при этом уже уважение, почтение, умение готовить, ну, все остальное. И огромное количество разных там навыков или особенностей, может быть, как у мужчин и у женщин. И тут я бы не сказала, что есть некая идеальная модель, натуральную величину, которую нам всем надо строить, или нам надо стремиться стать такой женщиной или таким мужчиной или выбирать себе такого человека. У всех абсолютно свои запросы. Как ты знаешь, это очень сильно зависит от того бэкграунда, который мы в семье своей получили. То есть мы все равно выбираем там папу или антипапу, или там кого-то, кто позволит нам мамин сценарий в чем-то повторить, в чем-то наоборот сильно изменить. То есть вот эти вот вещи, даже если мы их осознаем, их никто не отменял. Мы все равно выбираем, что называется, из одного инкубатора, так или иначе. Как бы мы ни менялись, у нас все равно есть какие-то критерии, по которым мы выбираем. И эти мужчины в чем-то могут быть похожи, там, внешне или внутренне. Так что я бы не сказала, что, ну, здешние мужчины, которые здесь живут, там, да, и абсорбируют эти вот ценности местные, в смысле наши мужчины, приехавшие из бывшего СССР, что они как-то вот кардинально меняются именно в сторону американизма, да, вот такого их менталитета. Но правда, вот ты абсолютно права, что там прибавляется какой-то, ну, что называется, коммуникационная культура, да. Вот тот пример, который ты привела, я не буду отмалчиваться, если что-то не так, то я не пропаду, а напишу, да. Для меня вот высший пилотаж, сделать это на пять шагов раньше, не тогда, когда ты приняла решение, этот человек мне не подходит. Ему надо вежливо написать, что между нами ничего не будет, больше не звони. А намного раньше дать ему очень, да, хорошие вежливые сигналы про то, что давай вот попробуем с этой темой как-то разобраться, потому что напрягает, да. Вот тут вот не очень мне так подходит, да. Вот тут вот я чувствую себя вот так и так. И здесь будет очень важный навык, который, мне кажется, есть у американцев. Опять-таки, вот я когда-то много лет работала тренером в НЛП, и это же, ну, американское направление, да, и многое, те вот коммуникативные навыки, которые мы в НЛП на тренингах людей обучали, это, в общем-то, из американской культуры, да, вот этот вот фидбэк, обратная связь, которую мы даем человеку, именно не что понравилось, а потом правду, как нам сказали на тренинге однажды, вот, а что понравилось, да, и чтобы я там в следующий раз мог сделать по-другому. То есть наш менталитет отличается от американского, мне кажется, вот в том числе этим фокусом внимания на негатив. И это настолько автопилот, это такие проложенные рельсы, там такая инерция прет, что этот паровоз очень-очень трудно нам остановить, как бы мы не были продвинуты. Поэтому вот у американцев очень здорово учиться вот этому, да, когда они могут облечь это, правда, вот вежливую, очень культурную форму, когда они высказывают не претензии, а пожелания, когда они говорят не просто, что не понравилось, да, что бы я хотел вместо этого. И это все тоже вот энелперские навыки, которые мы в свое время обучали, да, людей. Это какое-то хорошее простраивание целеполагания, да, у русского человека очень много мотивации избегания, да, вот так я не хочу. Здесь к этому прибавляется, я не хочу вот так, но вместо этого я хочу вот так, да, то есть там очень много стремления к, я себе выстраиваю некое видение, как я хочу, и к чему я стремлюсь, как будет складываться моя жизнь, как мне нравится, да, я туда иду. Я не просто бегу оттуда, потому что там невыносимо, а куда бегу, в общем, не важно, да, главное уберите меня из этой кислотной среды. А это вот очень такая направленное движение, да, и это мотивация другого типа, она дает другой какой-то уровень топлива, она гораздо более заточена, например, под долгосрочные проекты, да, в том числе под долгосрочный коммитмент. И тут вот очень-очень здорово соединять это, да, вот наши возможности замечать, что не так, да, вот те черные камушки, я сейчас очень люблю эту метафору, да, про весы. На одной чаше лежат черные камушки, что не нравится, да, и на другой, что нравится. И в этом смысле, конечно, ну, наш менталитет очень сильно заточен под то, чтобы и замечать черные камушки, и складывать их сюда, вот так очень добросовестно, профессионально. А американский менталитет все-таки, да, больше направлен на то, чтобы смотреть на белые камушки. И это тоже по-своему ограничение, да, потому что это такой жеребячий оптимизм, который тоже не всегда позволяет, там, ну, замечать препятствия, например, да, или как-то чутко относиться к тому, что я на этом пути чувствую. Я, может быть, двигаюсь, да, но у меня уже, я так устал, что больше я просто не могу. У меня уже тело фонит очень сильно, да, и настроение ужасное там, и депрессия, все, что вот, но я стою на этих рельсах, и вот я прусь туда по колено в соляной кислоте, и мне туда надо, и я туда иду. Мне кажется, что вот именно соединение, вот этого, да, оно дает как раз более такой здоровый системный взгляд. А я вижу черные камушки и белые, и я могу, глядя на черные камушки с этим навыком, да, говорить вот это вот то, что здесь лежит, я бы хотела изменить на что? Вот на то, что мне нравится вот здесь, да. И тогда появляется культура благодарности, тогда появляется культура замечать, что нравится. Я прям очень многим своим клиентам вот это вот задание чудесное даю, с детьми играть, в семье играть, самому с собой играть, там, благодарить за то, что сегодня хорошего было, да, друг друга, например, членов семьи, там, они собираются за ужином или перед сном, дети, родители, и каждому персонально что-то говорят, там, да, тебе сегодня спасибо вот за это, вот это мне очень помогло. Это такой навык, который вот в русском менталитете с трудом прижимается, к сожалению, да, вот его надо прям... Как ты думаешь, а почему? Я вот тебя сейчас слушаю и понимаю, что вот прям вот ты прям идешь со скальпелем, с хирургическим по всем, по всем точкам, которые я в себе сейчас именно благодаря тому, что я здесь живу и много общаюсь с американцами, я вижу, как у них это по-другому, и это позволяет мне понять, что у меня это устроено, встроено по-другому, и я ищу все время корни. Они же не специально нам это вживляли, чтобы мы были такими противными, злобными, выискивающими. Под этим же есть, наверное, какое-то историческое обоснование, психофизиологическое? Совершенно точно. Это именно историческое обоснование, это вот русская поговорка, да, беда одна не приходит, там, да, хорошее долго не может быть, там, и вот эти все вещи. То есть это именно исторический контент, когда от нашего конкретного человека мало что зависит, все время какая-то железная рука, да, правителя или беды очередной пришедшей, или неурожая заправляет твоей судьбой, и ты ничего с этим не можешь поделать, кроме как вот это подстраиваться, да, и в принципе не расслабляться, все время быть в тонусе. То есть это вот, почему у нас так много контроль-фрик, что называется, людей, да, которые все хотят подчинить себе, и всех строить, и чтобы было все так, как я хочу, потому что тревожно, ужасно, да, вот этот контроль, он, в принципе, действительно с молоком матери, он впитан, потому что так мало от нас на самом деле зависит всегда, и это до сих пор так, да, вот в этом славянском менталитете, в этих советских республиках, ну, сегодняшние события прям очень явно, опять про это же, да, про то, что, ну, не могут люди ничего контролировать, от них мало что зависит. В любой момент кто-то за них может решить, да, и вот привыкшие люди жить под талитаризмом или под какими-то катастрофами, все время, да, катаклизмами, под героической борьбой за выживание, они, конечно, во-первых, да, не заточены под долгосрочные проекты, они живут сегодняшним днем, потому что никто не знает, что завтра будет, завтра может случиться все, что угодно, да, поэтому надо сегодня вот успеть что-то сделать, не нужно ничего загадывать, потому что расскажи Богу о своих планах, если хочешь его насмешить, то есть вот это все про, ну, про зависимость, про зависимость на таком общегосударственном уровне, да, на культурном уровне. И это правда очень, ну, исторически много раз подтверждалось, что бы там ни не строили люди, в любой момент это может быть зарублено абсолютно нещадно, да, и, ну, никому не важно, что ты в это вложил, что ты планировал и как ты хотел. То есть это, ну, мы потому и смотрим на черные камушки, потому что надо быть подготовлено, да, если ты их не видишь, то ты просто, ну, твой корабль сядет на мель, да, если ты не знаешь, как навигацию, вот, да, в этой конкретной там заводе, как там с подводными камнями, то есть если ты не можешь быть зорким, да, если ты не можешь быть внимательным, если ты не можешь четко следить, что происходит, да, и будет происходить, если ты не можешь предсказывать, если ты не готов к катастрофе, то тебя застанут врасплох, да, и вот особая доблесть русского человека и там, да, русского менталитета, это вот, а я не попал в эту яму, да, я тут вот себе соломку подстелил, то есть это очень большой фокус, да, это еще один такой пласт, который сейчас мы вскрываем с тобой, это про нашу заточенность на выживание, а не на жизнь, не на счастье. Это вот тоже очень видно, да, когда люди и в личной жизни, и в поиске себя, и в достижениях, и в том, чего они ищут и хотят, это тоже сдвигается, меняется потихонечку, да, но в целом у нас очень прекрасные навыки на выживание, и мы умеем это делать, но это немножко другой фокус внимания и немножко другой образ жизни, чем когда мы настроены на счастье, на успех и на радость. То есть мы ждем подвоха, да, мы ждем, что что-то будет не так, и когда мы стоим с этим биноклем, да, или там лежим под кроватью, с ружьем нацеленном на дверь, само собой что-нибудь где-то случается, потому что, ну, вселенная все равно какие-то она думает, что, ну, так, раз ты к этому готовишься, значит, это и есть твое желание, до того ты и хочешь, и вот это опять, да, знаменитая поговорка, что людям даются сложности, ну, по силам, то есть у нас доблестно быть сильным и женщинам, и мужчинам, да, быть готовым к неприятностям, да, выстаивать, выдерживать, мы прямо как будто, ну, скучаем, да, вот когда все спокойно и хорошо, то есть вот, вот так. Очень хорошо, очень хорошо, все, я не могу, не могу, не могу молчать, очень в тему ты сказала, это именно то, зачем я тебя сегодня вытащила, на самом деле, ты понимаешь, я использую служебное положение в личных целях, но я уверена, что ты в своей, в своей работе с эмигрантами с этим сталкивалась, я обязательно тебе расспрошу про твой блог, но сейчас свое сначала, вот с этой, со всей нацеленностью, видеть плохое, предвидеть опасности, быть готовым к выживанию и к страданиям, переезжая в страну, где все стабильно и известно на 40 лет вперед, боже мой, когда я сейчас смотрю, открываю приложение, где у меня мой пенсионный план, и у меня там прогноз до моих 89 лет, сколько я буду получать в месяц, как это изменится, если я начну вносить на 15 долларов больше, как я могу поменять вложение, чтобы это было еще больше, то есть вот эта стабильность и предсказуемость на много-много лет вперед, она таким бальзамом проливается на мою контрол африковскую душу, что сначала отпускает, я начала расцветать, морщины расслабились, мне все время мои зрители говорят, я, Таня, вы выглядите лучше, чем 7 лет назад, и это правда, как будто, знаешь, все расслабилось, сняли эту бетонную плиту и груз с плечи, все. Но что случилось со мной этим летом? После всех вот этих вот вех больших на пути любого эмигранта, приехать, получить работу, работу, траля-ля, социальный круг, гражданство, я купила дом, то есть я совершила какие-то такие большие достижения, тут вот этот дом, я отошла от стресса с покупкой дома, я его обставила более-менее, и вдруг Юля на меня напала, что жить-то я просто не умею, у меня нет больше никаких преград, мне не надо больше ничего копать, рыть и прятаться, и на меня напала депрессушечка не от того, что что-то плохо, и я не справляюсь с этим стрессом, а от того, что все хорошо и спокойно, и я потерялась, я реально, я пребываю в этом состоянии уже два месяца, наверняка зрители моего канала заметили, у меня нерегулярно выходят видео, я постоянно мечусь от одной к тем и к другой, я не знаю, как жить дальше, оказывается, что действительно, выживать я умею отлично, а вот жить как-то пока что-то я не знаю, что делать дальше. Ну да, это вот опять про то, что мы не ищем легких путей, и в этом как раз это гордость, понимаешь, то есть что мы можем выстаивать, и мы можем удерживать, поэтому мы себя обязательно взваливаем на плечи нехилы коромысла и тащим их в какие-нибудь непременно горы, и вот чтобы было тяжело, потому что, ну, это правда, опять, да, исторический потек, это вот так жили наши предки, и мы такие достойные продолжатели династии, мы тоже-то не слабы, и в этом смысле же эмиграция, это тоже такой челлендж, да, это вызов, который ты себе берешь свою судьбу вместо спокойной там жизни, да, кто где жил, и, ну да, отказываешься от определенных удобств, бенефитов и стабильности, и предсказуемости ради вот этой вот, с одной стороны, мечты, да, и с другой стороны, в общем, непредсказуемости, да, как скоро ты сможешь там чего-то добиться, и правда, очень часто вот это я слышу мотив у эмигрантов, когда заканчиваются проблемы, то, ну, начинается такое состояние застоя, да, или раздрая, что с этим дальше делать, опять, оно нормально, да, как некое состояние плата, когда ты перестаешь бежать, а у тебя как раз появляется возможность подумать, а чего ты хочешь дальше, да, вот ты вышла на определенную там вершину горы, да, ты все свои достигнутые там точки, какие хотела достичь, ты их достигла, вот ты здесь отдыхаешь, да, покуриваешь на вершине, оставила свою записочку, Таня была здесь, Таня молодец, и ты с этой вершины оглядываешься, собственно, я чего дальше-то хочу, то есть совершенно понятно, что такие характеры, вот, да, которые нацелены на преодоление, они, конечно, не заточены под тихое вот это спокойствие покуривания до бамбука, ну, есть и такой русский характер тоже, да, очень, достаточно приличный процент, вот, но вот такие люди, как ты, конечно, им нужны новые проекты, новые вершины, оно может выражаться в некоторой растерянности и метании, и сначала прыгать, а потом понимать, куда, но в целом, вот это вот времечко очень хорошо бы использовать именно для того, чтобы оглядеться и выбрать то самое направление, да, не просто пойти отсюда куда-нибудь дальше, да, оглядеться и выбрать, что хочется дальше, да, какие новые цели я себе ставлю там, долгосрочные, краткосрочные, неважно, ты как раз тот человек, который, ну, во-первых, у тебя энергии дофига, да, чтобы этим заниматься, не сидеть спокойно и не давать себе покоя, да, не искать покоя, потому что, ну, понимаешь, мне кажется, когда люди ищут покоя, они немножко в мире мертвых, да, они немножко неживые, потому что покой, он у покойников, поэтому если тебе охота куда-то, да, бежать, какой-то движухи, чего-то совершать, чего-то достигать, это хороший признак, да, это значит, что ты среди живых, и ты, ну, все еще действительно до 89 лет много чего сможешь успеть сделать, да, и огромное количество есть таких прекрасных, выдающихся людей, кто до глубокой старости, там, до смерти, чего-то там прекрасное совершал и осуществлял. Тебе сейчас, может быть, имеет смысл, правда, ну, куда ты бежишь, зачем, ради чего, и тут вот очень важно совершать дополнение такое, да, к традиционной ошибке. люди часто загадывают себе, чего они хотят достичь, но не загадывают, чего они хотят при этом чувствовать, да, и потом они этого достигают и говорят, и что, ну, вот я к этому много лет шел и как-то, поэтому, на мой взгляд, вот к этой, да, великой американской мечте, там, получить стабильную работу, пенсионные вклады, растущие каждый день и обставленный красивый дом своей мечты, имеет смысл, наверное, еще добавлять, а как я себя в этом доме хочу чувствовать, да, что это за такая любимая работа, которая приносит мне и доход, и удовольствие, а какой у меня должен быть образ жизни, чтобы меня это удовлетворяло, чтобы это были не просто голые деньги, и что? Деньги — это, ну, инструмент. Для чего? То есть, мне кажется, сейчас, Таня, самое оптимальное загадывать состояние, да, нежелание, начинать состояние, чего я хочу чувствовать, что я хочу, ну, может быть, да, как новый скилл получить, да, а потом уже думать, какими средствами это можно достичь. И тогда уже становятся цели, которые заранее очень вкусные, да, и у тебя уже есть мотивация туда идти, не ради большего дома или лучших, там, не знаю, каких-то столовых приборов, потому что тебе уже заранее очень нравится сам процесс достижения цели, да, и цель сама. И ты знаешь, что, когда ты туда придешь, это будет действительно ес, а не ничего. Ты ответила не просто ответила, ты ответила на него очень-очень-очень в точку. Я планирую сделать у меня на канале такой псевдо-мастер-класс, меня все спрашивают про эту доску желаний, и, само собой, перед переездом в США несколько лет там назад, 10 лет назад у меня такая доска была, но она была совсем другая, она была как раз про достижения, про факты какие-то. И сейчас я уже давно заметила, что я живу состояниями, и я себе создаю состояние, когда что-то планирую. Спасибо, Юля, я теперь знаю, как я сделаю этот мастер-класс, и я знаю, что я буду себе планировать. Ты отлично ответила. Но мы вернемся к нашей теме про проблемы, психологические проблемы эмиграции. Расскажи, пожалуйста, о своем радиоблоге немножко. Да, я в течение полутора лет вела радиоблог, я полгода назад этот проект завершила, потому что, мне кажется, я все, что хотела на эту тему сказала, но я в течение полутора лет регулярно выпускала часовые радиопередачи на дружественном мне площадке радио вместе в Фраге. Огромное спасибо за возможность это сделать. и я вот очень детально внимательно исследовала все те темы, которые эмигрантов волнуют, поскольку эмигранты это основная как раз моя среда людей, с которыми я работаю, то мне очень близко было, да, и понятно, с какими они вопросами и запросами обращаются, на какие кочки и грабли они наступают, что их волнует, чего они хотят, что у них получается, не получается, и само собой получилось очень такой красивый многослойный многоярусный пирог такой, когда вот эту проблему психологии эмиграции можно было очень комплексно тогда со всех сторон рассмотреть. Проблемы условно делятся на внутриличностные будем говорить, да, и межличностные и у мигрантов тоже. И соответственно все, что внутри происходит, это во-первых, вопрос дефицитов и потерь, которые ушли, да, с потерей Родины и плотным общением с людьми, которые там остались, и возможностями, которые там остались. И вот у людей занимает N месяцев чаще лет, чтобы эти дефициты как-то восполнить, вообще осознать, что я потерял и что мне нужно, да, и какие у меня потребности становятся воспаленными, просто потому, что я давно не имею возможности их удовлетворять. И соответственно найти новые источники ресурсов для этого удовлетворения. Это вот тот самый новый круг людей, да, причем людей не случайных, которые там, например, живут на соседство, да, или в моем городе, или просто разговаривают на моем языке. Это по-другому, да, это не каждый человек тебе годится в близкие друзья, то есть даже если он с тобой из одного города, предположим, это перебор, это поиск, это предъявление себя, это понимание, чего мне, собственно, в людях нужно, каким я себя хочу предъявлять, а какие мне люди интересны, не интересны. Очень сильно возрастает разборчивость, очень многие люди здесь заинтроверчиваются вот за годы эмиграции, и соответственно это отличная возможность и себя получше узнать, да, и получше опять-таки сформулировать, а я что, собственно, хочу от людей, от общения. Вот, и естественно вот поиск этих ресурсов, да, это одна из частей, это, ну, собственно, люди, с которыми я должен как-то либо не потерять контакт с теми, кто остался далеко, либо найти новых, с кем мне будет так же хорошо. И это очень по-разному решается, и разными средствами. И следующий пунктик, да, вот внутри, это вот поиск себя, кто я, каким я хочу быть, хочу ли я менять, там, профессию или образ жизни, или я хочу начать с чистого листа, или я во что бы то ни стало хочу продолжить, там, да, свои прежние возможности, прежние профессиональные навыки, да, не потерять. То есть, и это тоже предполагает много очень, да, такой выбор, что, опять же, да, вот наш человек теряется немножко, нам выбирать трудновато, потому что, опять же, у нас не всегда было много возможностей выбирать, и у нас этот навык надо отращивать, да, он непрокаченный. И когда выбора слишком много, чем я могу себя занять, очень многие прямо на много месяцев, лет застревают вот в этом вот, а, собственно, куда я хочу, да, чего, а что мне выбрать, а вот так много всего, а если новая профессия, то кака, и вот тут просто ловида, да, вот этих вопросов, и опять все упирается там, если учиться, то деньги, если учиться и потратить на это время и деньги, то как потом это отбить, да, как это отработать, а будет ли это приносить прибыль, а какой образ жизни мне позволит это вести, то есть вот тут вот очень много разного такого, где люди ищут себя, активно ищут, да, и сталкиваются, соответственно, с такими немножко подростковыми практически вопросами, ну, с тем, с чем сталкивается старший школьник, да, в нормальной ситуации, когда он выбирает, например, вуз себе, и, ну, людям это непривычно, да, когда слишком много возможностей, или когда они не уверены в языке, или когда они знают о этой профессии вообще, там, востребовано будет через 5 лет, когда я обучусь, или уже нет, тут же как грибы просто растут новые возможности, новые отрасли, новые профессии, и очень многие отмирают, да, и за этим трендом надо следить, чтобы выбирать себя, и это пригодилось бы тебе все еще через 10 лет, было бы актуально, поэтому, да, вот много про это, очень у многих рушится самооценка, потому что, опять-таки, да, я самоутверждался об друзей, о профессиональной успехе, об востребованности, об компетенцию свою, там, об деньги, об образ жизни, об культуру, и вдруг у меня вот этого всего нет, вот этой опоры больше нет, я сейчас здесь, ну, фактически, да, никто издавать меня никак, а если еще у меня языка нет, то я вообще, ну, я без языка, я не личность, да, я не могу себя проявить как личность, я просто встаю тут для красоты на вечеринке, да, ну, на меня обращают внимание, мне улыбаются, ну и что, а рассказать-то я про себя не могу, они ко мне подходят с этими вопросами, типа, ну, вот, чем вы занимаетесь, и все, и людям стыдно сказать, я ничем я не занимаюсь, да, ищу себя, или там, я домохозяйка, или я, вот, раньше я была каким-то там юристом, например, или кем-то, бизнесменом, а тут вот, ну, пока вот в поиске, и это, ну, это тяжело, тяжело это предъявить, да, тяжело это людям сказать, и поэтому, опять же, да, люди уходят в интроверсию, люди предпочитают не афишировать себя, и там, сужать круг своих, своего общения, в том числе, потому что неудобно, да, пока себя не найду, пока не добьюсь каких-то успехов, не могу себя обществу пределить, вот, и это тоже то, что травмирует, это тоже то, что очень вгоняет в депрессники, да, заставляет пробуксовывать, и это, ну, очень нехорошо, и что касается, как бы, межличностных контактов, да, то тут тоже огромный букет всякого, что может случаться, зависит от того, приезжает ли человек в эмиграцию один или с семьей, если с семьей, то в каком составе, если состав неполный, то что там у него с общением с тем составом, который остался на родине, вот эти тысячи вопросов про родителей, которые там, да, сердце разрывается, как они там одни, стареют, там, болеют, да, я здесь, и ничем не могу помочь, особенно в ситуации вот сейчас, да, и выехать невозможно к ним, если что случится, и разрываются люди вот между этими, там, привезти сюда, или, ну, навещать там, да, помогать там, нанимать там кого-то, если что-то случится, и, в общем, и в той, и в другой ситуации полно граблей, полно, и та, и другая ситуация очень может не по хорошему сценарию пойти, потому что, если ты выбираешь не привозить, то часто там душит вина, вот, а если выбираешь привозить, то ты становишься родителем-родителем, и ты их пасешь, и они дети, и они капризничают, и они очень ограничены в своих возможностях, они часто не водят машину, не хотят учить язык, они, естественно, без заработка, и вот это все, да, то есть начинается проникновение очень сильное в твою семью, огромное количество браков, в том числе международных, распадается в этих условиях, когда привозят, например, родителей, им негде жить, или не на что снять им квартиру, и они живут, начинают, вместе с семьей, например, там, да, американские мужи, у них там какие-то дети, и через, не знаю, 10-15 лет после того, как эта семья образовалась, вдруг к ним приезжает пара престарелых советских родителей, можете себе представить, которые, не стесняясь, лезут советами, там, грязными сапогами, да, которые говорят, у вас все неправильно устроено, детей вы не так растите, вот это все, начинают американского мужа этого получать, который на минуточку за все это платит, там, конечно, поднимается такая буря невозможная, вот, что, ну, это не укладывается, я знаю много историй, когда прям распадались браки из-за этого, к сожалению, поэтому тут очень-очень тонкий лед, и очень надо хорошо взвешивать все эти возможности, потому что, ну, все эти люди, которых мы привозим в эмиграцию, то дети, родители или супруги, да, просто как груз, как чемодан, ну, все поехали, и тебе придется, это, ну, пленники, и они ведут себя, как в плену, то есть, они саботируют развитие, они не хотят адаптироваться, они в пассивной агрессии или в активной, и они чувствуют, что они прям, ну, пожертвовали своей жизнью прекрасной, да, ради вот этой вашей дурацкой мечты, и, соответственно, от этого портятся отношения. То вот вам всем и ответ, который вы мне, на вопрос, который вы мне так часто задаете, почему я не перевожу мою маму, почему я не перевожу мою дочь. Во-первых, они взрослые, самостоятельные люди, а не чемоданы, которые перевозят. Во-вторых, именно то, о чем сейчас Юля и сказала, никто из них не горит желанием, не жаждет, и я очень хорошо понимаю, что вместо доброжелательных, дружеских, теплых, родственных отношений, через WhatsApp или Skype или что угодно, что я имею сейчас, я получу себе огромный геморрой, ермо на шею и обиженных, несчастных, оскорбленных, пассивных или агрессивных людей. Спасибо, Юля, это был очень важный момент. Заканчивая наше сегодняшнее интервью, я бы хотела тебя попросить еще небольшую рекомендацию на тему текущей ситуации в мире. Вся эта история с коронавирусом, с изоляцией, с полными непонятками, с очень разноречивой информацией, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Все вот эти вот разнообразные источники, которые дают полностью противоречивую информацию. Кто-то закрылся, не слушает ничего, кто-то читает целыми сутками, сходит с ума и сводит с ума всех окружающих. Страх перед будущим и слегка такое состояние я вот лично испытываю периодически. Полный паралич. Мне ничего не хочется делать. Никаких долгосрочных проектов, никаких даже краткосрочных проектов. Чаще всего я ловлю себя лежащей на диване, что для меня вообще не свойственно. Потому что любые порывы всегда гасятся об вот это вот. А какой смысл, если мы все, скорее всего, скоро умрем? Сейчас дам парадоксальный ответ, который может не всем понравиться. Но, в общем, мысль о том, что мы все рано или поздно умрем, это хорошая мысль, потому что она смиряет с реальности. Ты не в смысле того, что надо прямо сейчас уже перестать бороться, и барахтаться, и опуститься на дно, и сложить лапки, а в том смысле, что действительно ты признаешь, что все твои желания рано или поздно сбываются и не сбываются. Я для себя такую формулу придумала, и мне очень помогать. То есть ты понимаешь, что часть твоих планов, которые ты сейчас там на себе наколдуешь, напридумываешь, она сбудется. Другая часть от тебя не совсем зависит, да, и может быть, она не сбудется, или не сбудется вся, или только частично, или не сразу, а там отложится куда-нибудь, или сбудется, но не с этими людьми, или не в этом году. И это хорошо, вот как бы иметь такой навык, что ты понимаешь, что есть ты, твой руль там, да, твой корабль, и есть еще судьба, да, ты некий океан, такой временами штормучий, и ты, ну, какой бы ни был прекрасный опытный капитан, ну, не все от тебя зависит, да, ты, конечно, сделаешь все возможное, чтобы в этом шторме выжить, но, в принципе, ну, когда ты идешь в море, ты понимаешь, что, да, может случиться так, что ты не справишься, it's ok. Вот само это, да, примирение с тем, что судьба больше, сильнее, и, ну, как бы, важнее, ну, не важнее, а могущественнее тебя, да, это очень-очень важный, мне кажется, скилл, да, вот взрослый такой, поэтому, да, лично я из тех людей, которые первое время поволновались, там, почитали, потом поняли, что это не нужно, да, это ослабляет, и я, правда, выключаю все это, меня тут недавно приглашали на Нью-Йоркский новостной канал, в котором я дала первую рекомендацию выключить эти новости, они вырезали этот кусок, потому что это были новости, вот, и понятно, что, ну, это, если вы чувствуете, что вас это ослабляет, выключите, да, или очень дозируете, или читаете только то, что вот совсем, да, вы правда доверяете этим источникам, хотя, мне кажется, что сейчас это правда, вот ты правильно сказала, это настолько разнообразно, настолько варьируется, и настолько это, ну, невозможно отделить, дёрн от плевел, что, ну, его нафиг тогда, да, просто живи свою жизнь, то есть от нас не зависит, что нам запретят, когда откроют границы, когда откроют офисы, что будет со школами, там, и прочее, и это вот просто данность, которую дирижируют, да, и вот тут вот пригождается наш советский навык жить сегодняшним днём, и контролировать то, что ты можешь контролировать, и в этом смысле как раз наше там лежание на диване с удовольствием, да, причём именно с удовольствием, или наши там спортивные подвиги, пользуясь случаем, или наши новые проекты, или создание там новых сайтов, или книг, или чего бы то ни было, что мы хотим, пользуясь этим моментом, да, создать вот этой паузой и неопределённостью, да, вот это как раз то же самое, что я тебе говорила про, когда я всё достигла, что мне делать, вот ровно то же самое, сейчас всё настолько неопределённо, что у тебя есть возможность оглядеться, а как бы ты хотела это изменить, и что в твоих силах изменить, то есть в коронавирусе и благодаря всей этой ситуации, да, вот эти все эти месяцы, я наблюдаю, действительно часть людей обессилели там, да, и тратят силы последней на отчаянные конфликты с родственниками и на поиски ресурса там, да, отчаянно нехватающего, но мне кажется, что другая часть, наоборот, как раз очень воспряла, очень воспользовалась случаем и осуществила всё то, на что раньше не было времени, не объективно, да, сейчас вот она появилась, поэтому я предлагаю и в этой ситуации тоже, понимая, что от нас не всё зависит, и мы правда не знаем, да, если мы заболеем, и какой будет у этого итог, вот осознавая всё это, тем не менее, жить так, чтобы, ну, это была полноценная жизнь, да, не выживание, не ожидание конца, не какой-то фаталистический, да, депрессняк, а это вот полнокровная жизнь, которая зависит от тебя, в каком настроении ты просыпаешься, в какой настроении ты себя приводишь, за что ты благодаришь Вселенную, там, в конце дня или весь день, то есть это вот, это то, что от нас зависит, и это, ну, наша ответственность, нам этим надо заниматься, мне кажется. мне сейчас прямо, ты знаешь, слушая тебя, пришла в голову гениальная мысль, я не лежу на диване, у меня проект по созданию жировой прослойки, которая очень важна для организма, в моем возрасте очень важно, чтобы тело было поддерживаемое, очень грамотное, я наконец лежу, да, 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 мне очень важно, чтобы у меня была жировая прослойка, и я сейчас над этим работаю, и второй очень значимый проект, очень серьезный проект, огромное количество сериалов на Нетфликсе, еще не пересмотрены, не проанализированы, и этим я сейчас занимаюсь, у меня два очень серьезных проекта, ну, я попутно улучшаю свой английский. Замечательно. Спасибо тебе большое, Юль, скажи, пожалуйста, а этот ресурс, он где-то находится в свободном доступе, записи с этого радио? Да, да, у меня есть, во-первых, YouTube-канал Юлия Синарева, во-вторых, у меня есть в Facebook моя бизнес-страничка русскоязычный психолог Юлия Синарева, там в разделе видео сложены все мои последние видеозаписи, я сейчас тоже довольно много активно там всяко выступаю, даю интервью или записываю что-то, и записаны все радиопрограммы, там, по-моему, 20 с чем-то штук, и вот там, ну, можно выбирать, разные темы, которые для вас актуальны, можно обращаться в консультации, если что-то такое вас сильно беспокоит, да, и хочется это именно залечить, да, не пристрелить в кого-нибудь, а как-то помириться и понять, что происходит. Вот, поэтому, да, welcome, пожалуйста, слушайте, смотрите. на этой прекрасной ноте сегодня я предлагаю закончить, спасибо тебе большое, что нашла время для меня и для зрителей моего канала, я уверена, что в этом разговоре каждый для себя нашел что-нибудь полезное, тебе здоровья, всем твоим близким здоровья, берегите себя, успехов на поприще, ментального здоровья для населения. Танечка, спасибо за приглашение, тоже буду рада еще раз увидеться и огромный привет всей твоей многочисленной аудитории и снимаю шляпу перед твоим терпением выстраивать, да, и собирать вокруг себя всех этих людей так бережно и терпеливо, да, и это вот я так пока не могу, ты просто большая умница для меня. Спасибо, Юлечка, мне очень приятен и ценен этот комплимент именно от тебя, и я снимаю шляпу в свою очередь тоже. Спасибо, что досмотрели до конца, не забывайте ставить лайки, отмечайтесь в комментариях, напишите обязательно, кого еще вы хотите увидеть в этой рубрике, и не забывайте, приходите обязательно на инстаграм, если вы скучаете по рубрике на свидание с американцем, там у нас есть интересное для вас, приходите на мой инстаграм, обязательно. Я вас всех очень люблю, берегите себя, не болейте, здоровья вам, пока-пока.